Девушки отдыхают Вдохновленный первым видеоблогом Динары Саджан, Ерлан анонсировал свое появление на Юве в личном Твиттере. Первый пост автор посвятил событию выборов президента Кыргызской Республики. Ерлан рассказал о своей поездке в город Талас и о предвыборной кампании всех кандидатов. Пост блогера Биопсихоз о взрыве в городе Атырау набрал за неделю 10 тысяч просмотров. Комментарии к посту внесли некоторую ясность в ситуацию. Начали высказываться очевидцы и самого Атырау. Житель Атырау Джокер пишет Встал домой только 100, вообще все тихо. Нет сцепления, ни даже патрульных нету. Взрыв слышал, правда не очень громкий. Хотя находился совсем другой дольше года. На работе в это время. В любом случае, правду, мне кажется, мы все равно не узнаем. И в продолжение темы. Целая серия слухов была запущена на этой неделе о Караганде. Людей приносят в жертву. Трупы разбросаны по всему городу. Взорван автобус. Казахстанские пользователи Mail.ru, наверное, до сих пор не оправились от Хэллоуина. Хотя, возможно, источник слухов намного серьезнее, чем мы думаем. Карагандинский блогер Влад Ким, вооружившись фотоаппаратом, отправился на улицы города подвергать себя опасности. Мы связались с Владом по телефону, чтобы узнать, как его здоровье. Алло, Влад, привет. Привет. Слушай, расскажи о том, для чего ты решил сделать этот репортаж о Караганде. И откуда ты узнал про слухи? Ну, рассказали мне обо всем этом друзья, родственники. Эти слухи пошли еще, не знаю, с утра, наверное, в часов 11. Ну, хотел опровергнуть их, и поэтому написал пост. Просто сам в городе нахожусь, здесь все тихо, мирно. А пишут всякую фигню. Типа на 45-м взорвали автобус. Пошли с приятелем, проверили, автобусов нет. Транно. Дорогие блогеры, призываем вас не поддаваться слухам. Старайтесь перепроверять полученную информацию перед тем, как героически постить об этом в блог. Это убережет казахстанцев от нервов, а вас от дурной славы. Блогер Панацея опубликовал пост «Октаву лучше Атералы». Текст автор написал за 32 минуты. Было бы классно, если бы каждый блогер написал о своем городе в таком не википедийном формате. СМИ уже утащили пост в себе в цитатник. «Октаву» был построен 40 лет назад зэками, поэтому в городе живут по понятиям, и люди там двигаются ровно, за базар отвечают. Блогеры продолжают опровергать слухи. Ди Гросс, не веря информации о том, что Таиланд затопило, слетал туда лично и обнаружил интересные вещи. Три поста автор посвятил своему путешествию и описал ситуацию в стране. Право выбора, кому верить, остается за вами. Блогер Токе опубликовал свой фотоотчет с чемпионата по дельтапланерному спорту. Забытие проходило этим летом, но рассказать об этом автор решил только сейчас, что, впрочем, не повлияло на качество поста. Отряд казахстанских видеоблогеров пополнился на этой неделе еще двумя новобранцами. Ли Кьюит успел снять 4 выпуска своей программы о финансах, а бьюти-блог Ботакам Салиел, довольно-таки уже популярный на Ютюбе, набирает свою аудиторию и на Ювижн. Я не очень люблю теплые цвета на своем, в своем макияже для глаз, потому что, мне кажется, моим глазам комплиментируют больше именно холодные цвета. Каражурга – самый древний, а теперь и самый модный танец в истории азиатского народа. Его танцевали и в Лос-Анджелесе, и в Астане, и на КТК. Вот и казахстанские бравые строители решили не отличаться и станцевали его, прям не отходя от рабочего места, то бишь на крыше. В видео «Лыж недели» строители танцуют Каражурга. Автор – строитель из Астаны Ирки Булан Тимеш. Немного измененная версия видео. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я знаю, было непросто. Также благодарим за ваши конструктивные комментарии. Они делают нашу программу лучше. И помните, героем следующего выпуска можете стать и вы. С вами была по-прежнему серьезная Бакуня. Пока!